Сейчас заходишь, покупаешь пиво, сигареты. Что называется поймать наживца. 15-летний волонтёр отправляется за алкоголем в одну из торговых точек и с лёгкостью совершает покупку. По внешнему виду подростка понятно, что до совершеннолетия ему далеко. Однако продавец проигнорировал это и даже не потребовал предъявить паспорт. Я даже не могла подумать, что это был человек, мне это 18 лет. Вы продали алкоголь откровенному ребёнку. То есть если бы это был ваш сын, это бы хорошо было. На этот раз участники рейда ограничились предупреждением. Напомнили продавцу о гражданской сознательности и мерах ответственности. С начала реализации проекта «Стоп алкоголь» члены молодёжного совета обошли уже более трёх тысяч торговых точек. Половине из них выявлены нарушением. Совершаем контрольные закупки и в случае, если алкоголь ребёнку продали, составляем административные протоколы на ту торговую точку, которая продала. В первый раз они несут административную ответственность, это штраф от 10 тысяч рублей, обычно около 20 тысяч рублей. А во второй раз продавец получит уже уголовную ответственность. Помимо выявления несознательных продавцов, молодёжный совет реализует ещё несколько социально важных проектов. Это и помощь детям, попавшим в беду, и участие в организации массовых мероприятий. У юного поколения теперь есть возможность реально влиять на общественную жизнь города. Деятельность волонтёров активно поддерживает глава Перми Игорь Сапко. Вы всё равно гораздо больше, может быть даже и тоньше, и креативнее, естественно, чувствуете ту проблематику, где бы сегодня молодёжь могла приложить свои усилия и реализовать, самое главное, свой потенциал. Задача молодёжного совета – координировать и притворять жизнь полезной инициативой молодых активистов. Сотрудничать с новым общественным органом могут все неравнодушные пермики в возрасте от 14 до 30 лет.